Вирус, созданный как биологическое оружие, выйдет из-под контроля и спровоцирует глобальную эпидемию. После выхода из бункера выявлена мутация практически всех видов животных, растений и людей. Остаток здорового населения всего лишь 230 тысяч человек. В бункере мы находимся 10 месяцев, площадь его 250 квадратов. Есть кухня-столовая, оборудованная теплица, радиорубка, а также радио с усиленным приемом сигнала, набор раций, робот-переводчик с функцией полиграфа и собрание фантастики 20 века. Ты можешь скинуть это все, пожалуйста? Да-да-да, давай. Чтобы Десаут понимал, как все происходит. А какой номер кто? Это быстрая будет, я думаю. Мне лучше бы костюм Эксайла подошел, потому что я браконьер ебаный. О, долбоеб. Да пошел ты нахуй, блядь. Мне 50, сука, лет. 50 лет, и я 30 лет браконьером работаю, приколитесь? Здесь 20 лет просто с университета. В общем, животных нету, блядь. Сколько тебе лет? Вот. 50. Мне 50 лет, стаж работы 30, браконьер. И самое главное, состояние здоровья у меня нет ноги. Вот, поэтому. А где она? Отгрызли, блядь. Акулу откусила, блядь, пока я там их это разводил. 50 лет, стаж работы... Брак, 50 лет. Блядь, Челс, 26, блядь. С 20 лет, блядь, кошек с балкона кидал, походу, блядь. Пиздец. Пиздец. Что мне говорить вообще, блядь, чтобы мне не кикнули? Начинай с кучи, чтобы тебя кикнули. На каждой записываем... А я думал, дальше Макриса... Вон, Вадим делает, смотри, в чате, Марк. Смотри, он пишет. Брак, 50 лет, нет ноги, видишь? Не, так, минимум, если у Фина будет полностью все записано. Так, давайте. Всем привет. Я учитель истории. Что за брак? Э. Браконьер. Леша, почему ты влево пошел? Я думал, сейчас Рома будет. Финаргот сказал. А, понял, ладно, хорошо. Марк, ты, стрим, стрим, открой Вадима, у него написано. У тебя же, Вадя, у тебя же порядок Десаут, Пчелкин, Финаргот. Да. Да, так, поэтому... Я понял, все хорошо, извини. Так, я учитель истории, это моя профессия. Я идеально здоров, сразу же говорю. То есть, это идеально. Молодец, Алексей. Спасибо большое. И... И, соответственно, хобби у меня, помимо всего прочего, что я учитель истории, кемпинг, 29 лет. То есть, палатки, неполадки, сделать все, что угодно, могу сделать все там. Подожди, еще. Все могу сделать, бункер могу обустроить вам. Еще раз, Леш, кто у тебя, кто ты? Учитель истории, идеально здоров, хобби, кемпинг, 29 лет. Ну, то есть, он пиздец старый, если 29 лет кемпингом. Ну, что значит для вас старый? Ну, вы же не сказали свой возраст. Ну, потому что это не старый возраст. 30 лет работаем кемпингом. Да похуй. Да похуй. Это я так рассуждаю. Ну, правильно Роман вы делаете, правильно. Ты не воебуйся там, Роман, нахуй. Первый улетишь, что он воеб. Да мне вообще похуй, у меня все идеально. Перед и саут. Я теперь... Нужно сказать три факта, правильно? О себя. Да. Вы вроде по три вещи говорите. Так, всего два. Их же два. И две на выбор. Так, ну, короче, я программист. Нереальный. Недолго поиграешь. А, чё, программисты нахуй не нужны? Нет. Пизда мне. У меня стаж 16 лет при этом. Может, надо все-таки? Блин. А, если ты сказал стаж работы, должен... Полый возраст. Полый возраст. Гондона. Говори полый возраст. Ну, я женщина. Я женщина, и мне 65. Плодовитая? А, да, нет, точно. Нет, не заходит. Я женщина на 65 лет, нереальный программист, и на след стажа. Пойдет? То есть на старый средство жила в 49. Почему бесплотно? Ну, до 49 урожают. 65 лет. Не, брат, ты наигрался. Может, попробуем? Да не, подожди, сейчас у меня послушаешь. Ну, хотя по факту, я вот что-то его послушал, и мне кажется, у него все явно лучше, чем у меня. Вадим, а что такое учитель из-за кемпинг? Из-за этого, что такое? Идеально здоров. Так, а мне что-то надо еще сказать? Я сказал, что я программист, и что женщина... И еще один. Да, еще любой на выбор. А, ну еще я... Факт могу сказать? Да. Вот, я проходил курсы уролога, могу письки вылечить ваше все. О, ну, это, кстати, неплохо, да? Син, что он может? Если кто-то бесплодит, это значит... Это значит, что он у одного чела может убрать бесплодие у мужчины. О, красава! Все, я полезен. Сразу слышится кто-то рад там. Вот и Серегу уберешь, и... Песены показываете все, я посмотрю. Давай, держите, сейчас в ТГ скину. Давай. Все, я скрылся полностью. Давай, Ром. Я еще не полностью. А какая у нас катастрофа? Био-хоррис. Наташа Генсуха с нами играет. Корона, в общем, усиленная. Так что, ты, ты говоришь, что ты скинешь катастрофу, Финн? Я скинул в Африке. В Африках. А, в Африках. Я думал, в Дундуке логичнее скринуть. Ребята. Я спросил, Рома сказал в Африке скинуть все претензии к нему. А не, Эксайл сказал, блядь. Черт ебас. Черт ебас, блядь. Черт. Итак, ребята, ну пока что, на данный момент у меня самая полезная профессия. У нас есть радио с усиленным приемом сигнала, набор раций. У нас есть робот-переводчик. У нас есть робот-серега. А вы-то кто? Я доставщик пиццы. Ладно. Ладно, я робототехник, ебать. Я робототехник. Было бы серьезно, если бы стаж работы не было бы два года. Стаж работы два года. Два года это ебать. Ну, не ебать. Лучше тут пока что нет. Что понятно, ебать. Сейчас послушай Марину ебать. Два года, но я сексапильная девочка. Двадцать четыре года. Меня можно трахать. Я могу сделать робот, который у вас будут трахать. Сюда. Да, и еще, думаю, какой-то один полезный факт сказать. Ну, пока что я вообще охуенный. Так что я скажу, что у меня факт номер один. Меркулез. Нет, а что сказать сейчас, что-то пиздат. У меня просто мемный фиг. Что хочет. А еще, я голосовала за поправки в Конституцию. Реально? Ну давай, роботов, бери его. Я не понимаю, кто-то имеет что-то против Владимира Владимировича? Вы скажите прямо сейчас. Ром, ты из карточки что-то скажешь? Ром, я полностью поддерживаю. Ром, ты инфакт не назвал еще один. И сидит Марк, который за это 10 тысяч получил. Вадим не получил, я не получил. Шука. Так, теперь я правильно. Я психиатр. То есть кто? Ну, кто по очереди. А у меня настремление видно же. Сейчас Лерон. А психиатр что-то делает или только психолог? Только психолог. Психиатр помогает со всякими расстройствами типа шизофрении и прочее. А психотерапия еще делает? Блин, я могу, я путаю всех. Психолог, психотерапевт, психиатр. Кто из них? Кто? Психолог это Арина, психотерапевт. Психолог это Арина. Так, я психиатр, стаж работы 7 лет. Женщина 32 года. Лерон, это я. Так, и еще один факт, вскрою, пока, женщина. 32. Сколько стаж? 7 лет. А ну типа ты репыры, ты вот это совокупляешься? Ну 32. 32 года, да. Ну это может быть бесплодие, не бесплодие. Не, 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 и вскрою факт, номер 2, я выиграла интернешнл по доте 2. Ебать. Чек. Хорош, а не, 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 не. Спасибо, спасибо. Подождите, стоп, 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 а женщины не выигрывали интернешнл? А вот. Тебе не сказали. Аа, следующий факт, пиздоболка. А это мы узнаем потом. Стаж 30 года. А это вот узнаем. А мы не знаем, в каком мы году живем, ребята. Вдруг она в... В 1450-м. Красава, Алексей. А, я сейчас, я че сижу, блядь. Все, Вадим ББ. А у вас уже написана характеристика. Я долбоеблю, мне написано. Алексей, давай... Так, сейчас профессию еды, да? На хвою переспрашиваешь, когда я знаю. Профессия контрабандист. Это типа с контрстрайком что-то? Полый возраст женщина, 24 года, стаж работы 3 года. Вадос, я с тобой играю, ты не так плохо. Контрабандист охуенно. Ты знаешь, попасть туда, там всякая хуйня. Три года. Опыта много, блядь. Так. Не, лет сколько лет? 24 года. Если что, ребят, ребят, сразу скажу, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, кого можно кикать. У меня хобби, это работа техника и стаж 11 лет. Я думаю, Макриски нам нахуй не нужен. Так как я тоже девушка 20. 11 лет стаж. 11 лет стаж. Я думаю, принцем на Рома нахуй не нужен. Я считаю. Бля, слушай, мы в принципе посмотрим твое здоровье и фобию, так что давай, бать, я посижу еще. Спасибо за райд, колледж. Спасибо за райд, колледж. Спасибо, колледж, за райд, большой, брат. 11 лет стаж, да. Стаж контрабандиста. Сори, сори, брат. Конабарин, три года. Три года, три года. Ну, нормально. Понял, что с роботами не пошло, начинай контрабанду возить в них. Все заебок вообще, я ж бы ел. Че, сейчас Арина? Сьюзлась профессия просто. Знаешь, как ты в Мексике, блядь. Арина, давай твоего. Арина, скрывайся. Так, всем привет, я мужчина, 35 лет, скульптор, то есть это по-творчеству. Полезно, полезно. То есть уходишь на волос назад, прилизанные, знаете, такие нежные руки. Спустя парень. Ну, такой, да, мужчина. Сказал прилизанный. Да. Таш, работа какая. Арина, можно еще раз, пожалуйста, кто ты? Скульптор. Скульптор. Нахуй не нужен, я считаю. Нет, я хоро... Я приятный такой мужчина. Там заши работа один год. Так, мужчина, да? Да, и я... Сколько лет? 35. Ну, не знаю, что сказать. Я хочу как-то заебить на самом деле. Ну, давайте вот... Секунду назад. Бля, че мне дали? Не, ну, хобби у меня пиротехника. Угу. Красава была. Да, нахуй даже это писать не буду. Взрывное хобби. Да. Вадим. Так. Сколько лет? Стаж-то всякий. 35, стаж-15. Да, Леша. Вадим. А можем мне добавить учитель истории? 15 это что? И стаж кемпинга 29. Стаж кемпинга 29 и учитель истории. Спасибо большое, Вадим, извините. Арина, 15 лет стаж, лет 35 нет. Хорошо, а хобби сколько стаж? Это стаж-хобби или работа? Да я пишу 29 лет, а я, долбовеб, в чате пишешь 29 литров. Ээээ, каратет 15 лет. 18? Да. А мне... В этой истории. А мне контрабандист 3 грамма. Ой, как-то так совпало, что-то. Наташа. Ой, это у меня совпало. Всем здравствуйте. Здорово. С вами таксидермист. Кто? Кто? Таксидермист. Что-то с таксидермистом? Нет, не таксидермист. Нет, не таксидермист. Нет, не таксидермист. Нет, не таксидермист. Да, я очень... Между прочим, профессия очень редкая, и она связана с изготовлением чучел-животных. А, ну это полезно. Браконьер и этот чучело-дел. Я думал с ядом что-то, что-то нахуй не надо. А вы пчелу-мираете? Сможете сделать пчелу-наташ пчелу. Да, два в одном, как бы. И я думаю, это будет полезно, чтобы добывать животных. Вдруг у нас там это усилится. Белогическую войну смертельный вирус. Вот. Ну, на животных это не распространяется, а поэтому... Слышу, что-то будет есть. Вот. Состояние здоровья. У меня дефект речи. Так, я разговариваю нормально. Стадия болезни ремиссия. Сейчас все нормально. Так, у него нет стадии, наверное. Да, но я думаю, даже невыполнима миссия. Дефект речи у меня просто, да? Да, у меня просто дефект речи. Дефект речи. И что я? Что я? Фобия. Герпета фобия. Боязнь рептилий. Присмыкающихся. Змей частных. У меня глаза есть еще связаться от этого. Зоофобия. Вот. Срамя нам не сможете. Бать вскрылась, нахуй, сразу, блядь. Я не торчу, ребята. У меня глаза от грима. Сейчас спрашивают дефект речи, а что по игре? Да-да. Да, я хотел бы что-то. Такси, что еще у тебя? Дефект речи, что еще? Я сказала. Да-да. Боязнь рептилий. Таксидермист, дефект речи, боязнь рептилий, да. Оп, я ем полезный ананасик. Кого? Запиваю редбулом и, соответственно, это... Аб��hhhh Варич, у меня сфотка? Баланс, соответственно. Ну, Варяна, сфот información. Вишня, машина. Сомнительезол. Я хуевел. Что Пис? Че Пис? Че Писк? Она, Сереге Писке, показы. Вы спасатель Мальв수가. Вишненый, можно пути мальвуз? Ань, кто ты? Я, короче, еще крутая. Я SMM менеджера. Девасть. И Companion. Пошла на... Я могу разметить ваш инстаграм. Спасибо. Населено 230 тысяч, накручу здесь. 230 тысяч человек выжило, 230 накрутят. Давай там гивы, сторис эти сделаем. Я такая телочка, я вообще сочная, мне всего 50 лет. Ох, ебаная сучка. Слушай, мне кажется, не с этого надо начинать было. Стаж работы, я уже раскручиваю инстаграм и там тиктоки, 31 год. Не было даже, Алеша. 31 год хуйней занимался. Одноклассники раскрутил ёбану себя. Не, на самом деле сммщиков пиздец уважаю, охуенные люди. Каролина и сммщиков работала. А поэтому уважаете, да? 31 ёбаный год я раскручиваю инстаграм. Но помимо... Именно у меня столько времени, дурында. Да похуй, ну не инстаграм, чё там, ютуб, да. Ну юлу раскручиваю, чё. Вот, на мне чуть копе. Людей раскручивают на деньги. Я этот, я турист, туризм, турист. Вот, пять лет я занимаюсь туризмом. То есть не потеряешься? Нет, я путешествую. Ну всё, путешествую, нахуй. Да-да-да-да, пошёл ты. Давай, ебать, ты справишься, нахуй. Путешествую, пособишься в инстаграме. Пять лет путешествую и раскручиваю ваши социальные сети. Женщина, сосочка, пятьдесят лет. Сколько у тебя магнитиков на холодильнике? До хуя, робоси. Я думаю, у меня нет холодильника. Мы тебе магнитик с бункера дадим, ебать, повесишься. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Я ведь Ольга. А, здравствуйте. Без мата теперь общаемся. Пол, возраст и хобби. Всё, чё-то ещё надо? Нет, там всё уже, всё нормально. Люк, давай. Только в дискорд зашли. Ой, блядь, да-да-да. Сука, собрал образ, блядь, вообще нихуя. Вот ни один пах не совпал. Просто ни один, блядь, что вы так вот сидеть. Ну, ничего страшного, блядь. Подменяйся с кем-нибудь столом, а вот там похож. Так, ну, а что с плюсов? Ну, инсту только. Плюсы закончились. Профессия, юрист. Так, всё, что такое, не было? Нормально, есть всё, нет? Да, блядь, да, просто профессия. Моги, мы сатанинами. Стоп, а, блядь, я так что все помню, что арена моей профессии уёбла. А вот скульптор, нахуй. Пока сейчас дошло, блядь, что у меня скульптор выёблся. Да, продолжай, юрист, извини. То есть какие-то там, ну, шарю за закон, всякие спорные ситуации, будем решать. То есть в бункере, знаю, как... Да, похуй там на законы. Блядь, отвечай, можешь снять? Ну, я постараюсь. Нет, не можем, блядь, я знаю. Я с катарбадистом нормально, мы собираемся, всё, всё с кайфом. Ну, что ж, это, чё бы сказать. Мастер спорта по боксу, если шею, въебать могу, нахуй. Без мата, бабушка, воля, на стриме. Это факт. Что у нас, стриме? Это факт номер два. Ой, ебать, извините. Чем занимался? Мастер спорта по боксу я, поэтому говорю, могу как бы и ртом решить конфликт. Словесно. И ещё, если... Слушай, ты, конечно, интересный вечер сказал, а что-то полезное будет сегодня? Это робототехник! Мы там играть начали, а челик пишет слава. Два четыре года мне я девочка плодовета. Это робототехник, да, понятно, очень интересно. Ну да, Юрис поинтереснее будет в бункере. Ну не поинтереснее, чем робототехник. Так, ну ладно. Ну чё ж там, где-то, блядь. Мужчина 57 лет, стаж работы 30-го года. Пока. А за скольки-то могут оплодиться? 50 ли? Не, мужчина без ограничения. А что за сексизм, я не понимаю, мужчина без ограничений. Не, 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 Арина, не надо. Арина, успокойся. Это правило по игре. Это правило по игре, Арина, не надо, пожалуйста. Бесплодный, Илья? Да. Вот. Ну, удачи вам. Ну я с Серёгой играю. Серёг, ну да, я сказал. Илья, ты хочешь мне покажешь, я хотел бы мастера спорта по боксу увидеть. Ну полное тело, как бы, знаешь. Да. Втг скиньте ему, Илья, втг ему скиньте. Ну я всё скину. Так, спасибо. И пока. Я закрываю, да, у тебя чудесные профессии, блядь. Так, давай, брат. Ай, пиздец, нахуй. Мне кажется, мне тут никого не перебить, блядь. Ладно, профессия обязательно говорится, да? Конечно. Что там ещё пиво? Короче, ребят, на самом деле, вот, мы тут все люди разносторонние, разные, да, у всех вкусы разные. Ты диджей, да? Я в этом бункере буду вас развлекать. Я понял, клоун или диджей. Я, я, я диджей, я могу ставить, как и хуй. О, я угадал, охуеть. А хорошие будут? Так и хорошие могу вам музыку ставить. Диджей, клипкомоль. Вот, я диджей, короче, в этом бункере. Диджей, сиди до концерта. Диджей, посиди. Я буду вас развлекать, как бы, да, в бункере, чтобы застой у вас не был. Колько лет занимаешься? Диджей, танцевали. Короче, старшую работу у меня ёбнутый. Дирек, я закинул. Я диджей с самого детства старшую работу у меня один лет. Сколько? Один лет. То есть ты на телефоне будешь нам музыку вкушать? Один, один год у тебя ставь с работы. Не, не, у меня самая сомнительная. Так, это те люди, которые нам, этот, по 50 рублей присылали, когда мы сексалом видео снимали, блядь, или мелодии, блядь. Я помню таких, блядь. Я помню таких, блядь. Любать не Илюха херский, но там пиздец, короче. Я диджей, смотрите, в чём загвоздка, ребят. У нас в бункере одни женщины. У нас только один мужчина есть, и то он хуёвый какой-то. Вот, я мужчина, мне 47 лет. Да, я мужчина, мне 47 лет. То есть тебе 47 лет, и ты диджей один год. Что ты делал до этого? Так, сейчас я тебе скажу. Я играл в шахматы, это моё хобби было. Я играл... Бля, девочка, ты смак. Я думал, в хуёве меня никого не будет, но я ошибалась. Подожди, я диджей. Мужчина 47 лет. Джей посидит. Диджейл я один лет, и в шахматы я играл один лет. Стар, ты... Один лет. Хорошо. Окей. А что ты до этого делал? 45 лет что делал? Хорошо, а до этого, да. А до этого у меня факт номер один. А, ты стой, 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 стой. Нельзя, 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 нельзя. Не сказать, не стой. Всё, 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 типа. Оставим на сладкое, блядь. Какой факт один? За бункером, не бать, расскажешь. Бля, какая же надпеждающая, что всем. Чё, будем обсуждать, наверное, да? Ну, послушай, как минимум, я мужчина. Да тут обсуждать нечего, нахуй, Марка. Ещё я мужчина. Нахуй нам нужен диджей ебаный, блядь. Диджей ебаный. Подожди, подожди, стой, стой, стой. У нас СММ, женщина 50 лет, она бесплодна. Юрист 32 года бесплоден, но его может вылечить десаус. Ну, если мы, если, это, Алексей, если мы выживем, я вас всех скульпторов, учителей, я вас всех раскручу, вы будете клёвые в инстаграм. А нахуя нам браканьяк. Приколитесь, всего 200 тысяч выживших, а нам даже галочку в инсте не смогут дать. Да, я договорюсь, да, да. Вопрос, вопрос. А знаешь, сколько на землю акцию могут подписаться, Фин? 200 тысяч. Браконьер ещё и без ноги, ещё и 50 лет. Да, браконьер нам душа. Ребят, я хочу, я хочу заиздать карточку, я хочу заиздать карточку, стоп, игра. Да, данная карта лечит бесплодие у мужчины. Юрист 32 года. Да. Теперь ты плоден. Зачем нам браконьер? Да похуй, норм. Муча грасис офисюль. Си-и-и-и. Я только недавно в тиктоке смотрел, типа, пародия, где Крисон Роллдет, Я тебе оригинал, где ты везде делаешь жалейку. Так вот, дохлёв, пока нет. Марк, слышишь? Так чё, чикнем тебе ревериста? У-у-у! Ну, СММ. Марк, Сирата или Трактор? А? Сирата или Трактор? Трактор. Позер ёбаный, съебался нахуй. Это был диджейский вопрос. Никто не понят его. Я знаю, что Трактор это программа для написания. Не-не-не. А можно вопрос? Для чего? Чё, один позер. Слышь, надо и джей. Да, я позер. Не, а чё, мой вопрос. А можно вопрос? Да-да, не наебались. Я просто не понимаю, что сможет за руиней, а чё такое биологическая характеристика? Это то, что возраст и пол. Пол это не на котором ты сидишь. Может это? Может у всех это? Хе-хе, поменять. Да? Ну давай. Можно? Озвучивай. Стоп, игра. Я только без плодия убрал. Я без плодия убрал. Я хочу заре-ролить. Я без плодия убрал. Только без плодия убрал у человека. Похуй. Давай. У всех игроков, включая меня. Кикай, Маня. Биологическая характеристика меняется. Ой, как хорошо. Умничка, умничка. Аню, кик нахуй, блядь. Что-то я боюсь сейчас. Я блядь, бабка. Анюшка, я теперь за тебя, всё. Это значит, теперь не женщина 65 лет? Поехали. Может быть хуже, поверь, может быть хуже. Десаут у нас теперь женщина 24 года. Саша, работа 2 года. Плодовита? Да. Ну конечно, блядь, не 24 года. У меня сейчас наша работа поменяется, ебанья. Ебанья, вы будете письки 24 года показывать. А мне бьет, а бьет, не вскрывай мою финн. Я тебе в личку сейчас отправлю. А, ну мне ничего не... Блядь, как же это пиздецно. Ты так долго исправляешься. 24 года я оху... А, я не удивлюсь, сейчас мне бесплодие быть. А сколько Сташ? Сташ, какой у меня нужно? Я теперь женщина 40 лет бесплодна, блядь, сука, ебаный в рот. Всказываем. Типа, ещё ноги нет, да? Простите, я просто бабка старая. Бесплода без ноги, блядь. Да всё, у тебя кикай, можно поебать вообще. Сташ, работа, у меня 17 лет, блядь. А может ещё хуже будет, блядь, у меня, погоди. Так, да. А, нормально ты мне поменял, зачем ты мне... О, боже. Рома. Да. Теперь мужчина 21 год бесплоден. Сташ, работа, так не уже остался. Охуй. Это мужчина 21 год? Такой же? Слышь. Так, а сейчас Серёга может увеличить. Мужчина 21 год бесплодный, окей. Серёга, ты будешь меня чинить? Подожди, Рома, не торопись, нахуй. Чё бежит? Так. Чё, 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 чё? Лерон, мужчина 47 лет. Бля, посмотри, как Марк покрасил. Посмотрите, наёг, еблок разный. Полпоёв. Мужчина 47, а дальше? Сташ, работа, 15 лет. Да я вижу, вижу, вижу. Блядь, а кто, какой гуф? Я нихуя не слышу. Что у Лера? Лера, что у Леры? Да, мне надо у Леры ещё раз. Я мужчина 47, сташ, работа, 15 лет. А я, это не Манурин, уроды. Это Манурин, реально, блядь. Да нет, просто угол такой, непонятно. Не бежайте Хантика, ё-ма. Так, Вадя. Так. Мы, женщина, 64 года бесплодна. Блядь! Контрбандистка, сука! Вадим, я мужчина теперь. Мужчина. Сташ, работа, у тебя 39 лет. Верун, ты кто? Мужчина. А, сколько лет? А робототехника 12. Ебаная Аня, нахуй! Стоп, а мне стаж поменялся на моё хобби? А может быть это... Я потом его озвучу тебе, когда ты вскроешь. Так, скульптор. Арина, мужчина, 58 лет. Пока, нахуй. Она скульптор? Восемь лет скульптор, 18 лет у неё стаж, получается. Пиротехника 22. Стала просто взрослее. Нихуя ты, крипер. Пиротехника, сука, только лет, блядь. Так, таксидермист у нас не вскрывал, сейчас скину. Да плохо говорит. Блядь, если у меня сейчас будет бабка, 70 лет, я... Сука, надеюсь, байкар, сука, сладись. Мне 20 лет, сука, блядь. Пизда, редкая хуйня Ани выпала. Android, 47 лет. Ебать! Чего? Что это? Это чё? Слышно, во времена... Она робот? Да, она робот. Она айфон! Это я илюзсом стал! Android, хуйня, блядь! Кикаем. СММ-робот. Работала... СММ-менеджером 4 года. Баря, сделаем её нашей секс-куклой. Смать она СММ-как. Смать, робот, СММ-щик, Android. Это она, блядь, Яндекс-солиста, нахуй, блядь. А какой она турист, сколько лет? 27. А что? Там что-то было туризм. У неё туризм, 27 лет. Ебать, я ещё и путешествую, Android, ёбаный. Путешествую отсюда, давай. Так иди путешествую, тебе должно быть полгода. Блядь, ты очень погранично зашёл, женщина, 47 лет. Ох, ебать, ещь. Сколько... Ладно. А Сташ юристам 3 года. 47 лет тебе? Сколько хромированный... Подожди, сколько тебе лет? Он так же бесплатно. 47. Нет, он не так. А юрист сколько? 3 года, Сташ. Катя пишёт то, что я секс. А робот, может тракцать, я могу быть? Женщина 24 года. Нет, тракцать ты не можешь. Чё, чё, чё? Чё, я не могу быть? Нет, я типа секс, это, секс робот. Нет. Нет, нет. Эй, блядь. Сколько диджей лет? Ему 24 года, женщина, стаж диджеем 2 года. А чё у неё стаж увеличился, блядь? Блядь, я нею. И у нас теперь получается... Бум оставить. У нас теперь получается, браконьер не нужен нахуй. Я ж, ты нахуй, андроид. Да, подожди, браконьер, нет ноги, женщина бесплодна. Смотри, ребята, хочу связать карту действия. Давай, давай ты, давай ты, да. Да, я начну. Почему? Ну, он мог сказать, что нам нужен браконьер, потому что животных мало осталось, надо их ловить. Карта действия номер 1. Бункер находится на территории заповедника с животными. Остаток здоровых особей 30%. То есть, животные у нас будут 30% заповедника. Заповедник это, пиздец, огромная тема. Так что... Я как раз там... Ну вот, а я умею с ними обращаться. Вадим, как раз... Как обращаться? Ты их убивай! Поставь марку, женщина, он женщина теперь. А-а-а. А-а-а. Все меняется, блядь. Карта действия номер 2. Количество мест в бункере больше на одно. Че вы жужжите, че, блядь? Нам нужно будет вскрыть еще по одной характеристике. Уху! Сейчас скроем. Да, начиная с Марка теперь в сторону Ильи. Мы двоих кикнем? Подожди, Фин, а если я Android... Андроид у меня здоровье обнуляется, типа, или как? Че? Здоровье у тебя идеальное. Ты робот же. Смотри, характеристика, характеристика, это я женщина, 24, диджей, Саша, работа 2 года. Что вам мне дальше вскрывать? Хоть что? Одну на выбор, какую хочешь. Состояние здоровья. У меня мигрень, стадия болезни, инкубационный период. Это вообще хуйня отначально. Стадия болезни что у тебя? Мигрень. А, нормально. Инкубационный период, то есть голова просто болит, там раз полуготика, да. Ну, нормально. Это нормально. Так, записал, нахуй. Марк, живешь нормально. Еще и девочка, 24, ой, мы с тобой так затыдим. Еще и диджей, блядь. А я... Отхуевый треки будем. Демоны, андроид, ебаный, блядь. Я не прошу, блядь, и что? Илёшка, че микро? Илёх, тебя не слышно, Илёх, Илёх, не слышно. Илёш, не слышно. Илёш, не слышно. Илёх, нет, нет. А, я не пускаю здесь. Так, а че бы я там? Катя, а во-первых, марку ебан, блядь, здесь в жизни. Хоть что-то подобное сделаешь, тогда нахуй напишешь, блядь. Туда я валю. Туда. Ну, не знаю, мне тут все, что... Вот, любой факт скажу, блядь, мне выглядит, нахуй. Давай. Давай. Самого хуёвого. Самого хуёвого? Давай. На ней, я щедал один разу поиграть. Ну, я на next. Ну, блядь, ну, могу либо состояние здоровья, либо фобию скрыть. Ну, у меня на самом деле такое. Типа, блядь. Ну, фоб... Мы сразу его выгоним, че он? Че пиздис, что он вообще, блядь? Че он мучается, ребят? Да. Илёх, ты мастер спорта по боксу, не забывай. Конечно, ху, блядь. Ну, и че, блядь? Че, состояние здоровья или фобию? Здоровья. Здоровья. Давай здоровья. Ну, ко мне это максимально неприемлемо, ну, в ИРЛе, но... Алкоголизм. Это моё. Стадия болезни инклюзионный период. Так, чисто. А, так это хуйня. А, ну, только началось со мной. Так ты пригубил, чисто. Так мне хуйня. Чисто сам разбиваешь, там, периодически. Ну, вот, и от этого. Да не, это хуйня, девочки. Так, ну, вот. Так, я слушаю. Че там у андроидов? А, я? Да. Так, короче, здоровье уже. Говори как робот, говори как робот. Короче, здоровье уже все, можно у меня скипать его же, это не считается, как за карточку. Ну, смотри, если мало ли, тебе могут изменить просто потом опять биологическую характеристику, поэтому, по сути, у тебя остаются и здоровье, и хобби такими же, как есть. Ну, пока у меня идеально, пока я робот, правильно? Да. Да, и пока мы с вами работа техники на дворе. Так, так. Одно что-то? Так, мы тебе нужны, реально. Слышишь? Так у нас до этого, захуя, иди. Вайв, у нас до этого есть робот еще один, и дохуя рации всяких вот их. А, так нахуй нам роботы тогда бесполезны. Так у вас нету робота-сммщика, путешественника, вахуя. Ань, Ань, вопрос, Ань, вопрос. А так-то нуждались в нем, блядь. Ань, сосать будешь, если мы тебя перепрограммируем? Так я предлагала, блядь, не сказали, я не могу. Робот посидит, робот посидит. Смотрите на лицо Марка. Как в этом. У тебя биологическая оболочка. Оболочка биологическая. Да, оболочка биологическая. Один, что-то одно нужно сейчас вскрыть или два? Да, что-то одно. У-у-у, что тут? Хобби, багаж, факт, что? Я бы сказал, Ольга, извините за этих свернословов. Что вскрыть, факт? Здоровье было бы прикольно. Здоровье идеально, факт или багаж? А, реально, что-то идеально здоровье? Ну да, я робот, пока что и не поменяли, у меня идеально. А отдельное здоровье это не факт, точно? В смысле, это же... Багаж в багаже... Стоп, 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 стоп. Так у тебя состояние здоровья идеальное, так и написано. Нет, нет, из-за того, что я стала робота. Здоровье и хобби расценивается, как... Понятно, значит, приметельно, да, Ольга, состояние здоровья какая-то хуйня. Посмотрите. Нет, так она, типа, не болеет, понял, она же робот. Я робот, я робот. Ну а вдруг его докажет, что изменить белую штуку? Ну да, да, если та, то да. Короче, багаж, ладно, плохо в багаже. У меня набор респираторных... Респираторных масок. Ооо, это... Какие нахуй пираты! Еди, иди распирай маски, блядь, нахуй, на улице, блядь. Хорошо, хорошо, при ковиде. Ну, вообще, да, может помочь. А, это этот, блядь, автомат, который в торговом центре стоит, маски раздает. У нас все как раз, вроде, биологическое, это, хуйня, вирус. Даро, чипс. Ну, короче, да, у меня маски. У меня есть маски. Хуйня. Спасибо. Маски не помогут нам. Такси, скрывайся. Такси, давай. У меня написано, такси боязнь рептилий. Я вскроюсь. До этого я был мужчиной 36 лет бесплоден, а сейчас я мужчина 31 лет. Стаса работал 8 лет и плоден, поэтому... Имбан. У меня так и написано. Чел 8 лет, говно в эти, блядь, чучело запихивать имбан. Да ничего, я весь это два в одном, я же говорила. У каждого по кайфу, как говорится, что он как бы тиры-пырика. 31 лет. Да, 31 лет. Пожилой скруптор скрывайся. Да. Ну, я... Я победила рак. Красава! Поздравляем! 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 Поздравляем и здоровья, рак! Примите! Хорошая роль. Короче, у меня есть жёсткая хуйня, но я не знаю, жёсткая она хуйня или не жёсткая хуйня, но как звучит жёстко. Я Нобелевский лауреат по биоинженерии. Биоинженерии! Биоинженерии! По сути, пизда ты, блять. У тебя новиноват получается? О-о-о. Лауреат или новиноват? Бесплодим? Лауреат. Да, мы на мембар, но у нас в премию, ёпты. Выиграла же, да. Бесплодим, да. Так это пизда, блять. Это хуйня. Не говорит, хуёвая карточка, блять. Ты сейчас мой факт второй услышишь, ты вообще охуеть, блять. Та хуйня. Какой-то мы бросали на мобелевского лауреата? У меня, нахуй, факт номер два. У вас только один факт. Я сейчас в НПП скину ребятам две мои карточки, чтобы они увидели. Так, где просмотры? Лерон. Я вообще в чём Нобель сказал, блять, копочку хуйня. Я вскрою хобби, у меня хобби разговоры по душам, стаж 13 лет. Ну и будешь говорить там, ебать, по душам, сама собой ебать. Я мужчина 47 лет, ходим, так что давай там, не это. На самом деле это заебись, она сейчас там 9 лет, если что. Она психолог. Она психолог. Новая, ну 9. Психиатр. Чёрная магия. У меня в хобби, чёрная магия. О-о-о-о. Я тебя хочу. Всё, я ж мать. Чёрная магия, наверное. Стаж 5 лет. Так вот кто голосовал за поправки, блять. Стаж 5 лет. Стаж 5 лет. То есть вы понимаете, приворотик нам. Поправки ещё раздавайте. Блять, приворотик. Слышите. Отворотик. Алло, алло. Карту, карту действия. карту действия хочу завязать короче у нас же у нас же фенаргот браконьер да я хочу заменить его профессию ты чё еблан замени меня нахуй как он без ног зачем он тебе уже помог моя новая профессия продавец блять все кайф много продал фига мать финн финн чек дискорд вот это нормальная тема я считаю а ты конкурент типа устроил ты же интересным продавец ничего блять не слышал ссоре черный макс черный час пчела или я черной маги приворотик отворотик вишни в ротик там все что надо я уже не говорил нет сейчас я потом алексей потом все верно ебать так моя очередь охуенно блять продавец 40 лет женщина бесплодная без ноги сижу вот пятерочки блять раз уж пошел вот так раз уж пошло такое на а вот у меня хуйное хобби блять может хоть это меня спасет гидропоника 34 года у нас есть теплица в холоднице есть там траву нахуй они идут нормально хорошая можно чего угодно лишь давай можно как минимум гидропоника выращивать ребят узнаете я вот посмотрел на все наши профессии и думаю что мы обойдемся без них я юзаю карту действия номер два данная карта дает тебе возможность аннулировать карточки профессию все играть без профессии черный магии но у меня у меня нобелевской лауреат по биоинженерии робототехника стаж 11 лет хз блять у меня нахуй не юрист блять даже я вскрываю характеристики факт номер два я воевал в сирии и в багаже у меня есть историка сирии повоевал и про себя рассказал народа в школе красава лёд и короче я тупанул я сказал я уже не учитель слышишь я уже не учитель да я тупанул у меня программист это было хобби а профессия не скрывал получается эпохи да уже я могу уже не скрывать тогда уже не скрывать да но тогда у тебя я был я был фармацевтом так но она полезно что-то другое начида скрыть нет и вот только что хобби на вас а ну все заебись ты кто в итоге я программист так осталось просто это было не профессия не всем лет хобби да то нахуй нужен программист нахуел я письки вылечить могу я же программист а то что это что письку он может вылечить мою это да ты уже не можешь нужен блять черный магии который голосовал будешь кого ты там вырастешь блять попрыгнуть я выручу алло вы реально думаете кикнуть меня у меня все нормально я девочка который вылечит письку она будет ебаться блять а это бабушка у нас гинеколога я я урок вот это именно вот я и говорю я мужчина 21 год которому письку вылечит все нормально я вам нужен потому что я ебусь получается тебе серёга нужен андроид нам нужен потому что он ему похуй на вирус он может хотели ходить на я могу выходить да я турист я была в этом заповеднике типа я воевал я воевал в сирии мне очень неважно я вас послушаю херни а никого не смущает то что алексей вскрыл то что он воевал в сирии не раскрыл свой пол и возраст там блять бабка 90 лет сидит 90 лет какая 90 лет как я мог воевать сирии алексей нам всем убрал профессии и чё ну я вас наоборот не умеем алексей а вы еще и солдат какой-то который нас может перехуярить да я-то не вас трогаю я за всех тех кто материтесь бабушка ольга вы еще тут смотрите у нас точно пока должен сидит десаут эксайлы марк потому что они же я родящий единство и я не набили в копейки инженерии тоже нужно на нафиг нам 58-летний дед который корсары запускает нафиг на улице победил блять нормально а почему арены 18 литров и м 58 лет 18 лет у нас есть напоминаю кстати что убрать таксигонист который боится рептилий а то есть все мутировали а там сто процентов будут супер-пупер ящерицы и нас до пух у нас роботы есть я буду одна в любом случае должны выйти уберем нахуй и бадди джей банова блять пошел ты даже не диджей нахту шахматами один год джей один год ты нихуя не делаешь бессолочь ебать можно у меня 24 года не будьте ебать там кто-то нахуй ящерицы блять а не получается android это как профессия была а кто самый старый у нас арина арина нет 64 года нет но я ехуела ты шашельница мамина ебать ебаный блять дайте расскажу как голосование проходит ты уходишь нахуй как каждый в течение минуты монолог высказывает свои там расскажешь и бать зверям нахуй слышь ты блять нахуй бил инженер будет выращивать идут за бункером он быстро учится шахматы за год прошел блять он два года кстати шахматы он тогда все так собственно озвучиваешь свои мысли даешь кому-то голос тот кто наберет больше всего голосов будет оправдываться после этого каждый желающий может один раз перенести голос с одного игрока на другого поэтому ты с а вот можешь начинать после тебя будет пчелкин против кого я дано сказать да мы с тобой как роботы демоны android смотрите смотрите у нас нет ребят подождите я озвучу бабушка ольга написала так bio инженерия и роботы смогут воссоздать противовирус он сделает противовирус получается 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 да я бабушка ольга блять ну тикните мне ну тикните блять не 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 смотрите а кто первый говорит бабушка арина на мужик во-первых ей 58 лет то есть она она может получаться плодить что я надо убирать еще на мужик 58 лет мы просто есть моложе мужики что арина еще было водим у нее пиротехника два года и победила рак короче просто мужик нихуя не делающий подожди а женщина 47 лет который илюха она может рожать а чё ну кого больше никого покажет меня вылечишь у нас есть наташа и длинный год но смотрите если мы выбираем из мужчин которые у нас есть то самые полезные это к сожалению не арина очень мало плюсов к сожалению по сравнению с другими нашими ребятами поэтому придется варену тоже вкинуть второй голос извиняюсь спасибо слышу ром нахуй не слушайте ребят это огонь у меня болезнь не забывайте так моя очередь смотрите у нас пока есть три мужчины которые готовы потомству это лирон арина и наташа и у нас еще рома может быть если он пойдет вместе с но у серёги мы не знаем ни здоровья не фобия блять ничего серого бля я его думаю может нахуй нам нужен вот хуй пойми кто с кемпингом из сирии и воевал в сирии смысле ты еще не ссёшь а мы не знаем а мы не знаем что ты забрал что новый стаж кемпинга сколько лет 29 лет нет я же присылал новые биологические характеристики новая биологическую характеристики не вскрывал убирай бляди не полагаю вижу вижу девять лет но видимо не 90 лет они 90 конечно а чё у нас алексей не вскрывает не с другой стороны у нас мужиков будет много потому что я думаю все-таки серёга пройдет и если мы рома возьму хотя нахуй нужен для черной магии молодой понимаю что сейчас решает женщина бесплодную который него у него гидропоника посмотрите на стриме я не понимаю чё ты этот стебель ёбаный 40 лет бесплодный без ноги базарит я варину раз варен тогда пока посидишь бля як я как гарри поттер нахуй а как там рай он только хороший если у нас работает андроиды ебать которых не существует а почему у нас не работает магия магия работает я не экстрасенс я владею черной магии так что я посижу ебать а если не посижу то никто тут ольга пишет вадим ольга пишет опытный военный сможет обучить всех бункере тактики это желание это контур какой-то а мой вопрос android может и пользоваться сам он может все делать сам или нет а вдруг ты сядешь а у нас вообще зарядка ребята она маски реально может быть злая стоп а у нас есть программисты что у нее в багаже распиратами маски на вот этот автомат который в авиапарке мы тебя вытащим блядь если не пойдешь я пока аварина голосую как собес ты можешь выходить на улицу к дождь пойдет она будет на улицу идет что делать техника вдруг она что-то с нам сделать я аварина пойду я считаю что нам не нахуй не нужен android из лес конечно диджеи банна нахуй нам нужен блять ну да не знаем подумайте подумайте арина а чё ты на бабушку так очень важно ребят очень важно спросят они показать разве этот разъем до зарядки марк будет против хорошо ром а можно на меня пусть решит какой у меня факультет ребята мне ребята мне прислали android это настоящий нет телефон android на атомной батареи как заряд не нужна почти не убиваем может постоянно ходить на вылазки к как 60 секунд и он здоров плюс фобии нет да да типа я могу просто как машина блять для вас я считаю что это слишком имба карта кикаем ее нахуй марк 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 я тебе пишут у тебя один литр шахмата ну смотри меня смешает то что у нас чел который воевал в сирии непонятно кто там и мужчина женщина и может там реально 90 лет блять ну непонятно жопа тебе android эти голову откручу вот но на самом деле пока что поживи наверное реально вареночка да ребят я предлагаю эти вскрывать эти факты короче потому что если среди нас маньяк а так опять пиздля да кстати мало кто факты вскрывал ой ля говорит я по пизде скажу я факт вскрывал свой один это я с телефона буду слушать ну вообще хотел сказать пенарготу типа ногу в руки и съебался но гидрофоника я почитал сейчас оказывается очень да это полезная вещь реально я почему-то был настолько узко развит думал гидропоника это исключительно вопроса сами понимаете чем оказалось неправда это типа как растение на воде выращивает бизнес без использования почвы поэтому если вот вы не знали знаете нахуй вот короче вот просто где у нас был военный летчик блять оказалось он всех нас хочет убить блять в этой игре у нас чел в сирии воевал ему стоит присмотреться надо чтобы он факт его свои скрыть легком для кого вообще хочется сказать по видимости арена у нас сегодня уходит в первом кругу вообще бы хочется сказать ёбаному шахматисту рокировочку сделал поэтому шахматиста шахмат и он знаешь такой цукс ванг у него один год стажа шахматом у них я пока не понимаю что происходит два уже извиняюсь уже два минута но за два года можно было узнать что такое ну по-любому хоть ариночка смотрите я предлагаю сначала исключать вообще full бесполезных типов то есть диджей блять больше то есть вообще даже не диджей пиздец и это людей которые уже в возрасте которые вообще не могут ебать не принимать сколько нас в бункере нас на 1 больше 7 7 смотрите чтобы ебаться нам надо просто два мужика и две женщины типа и одного андроида небольшой вопрос зачем нам нужно бункере android если он и так выживет за бункером то есть он просто занимает слот для вас могу быть полезнее шахматиста один лет может ходить туда-сюда как бы почему вы забываете факт что я женщина 24 года мы не забываем эти летние сидите единственный что мы не забываем про тебя что ты ебаный диджей мы не забудем 8 голосов а у марка 3 арина оправдывайся попробуй вы можете мне трахать в три дырки напомню что карты действия нельзя будет разыгрывать после того как ты ушел из игры так если желающий перенести голоса раз перенести голоса 2 арина не попадает в бункер вася ворон можно камеру как-то не выключать закрытие как-то профны как-то или можно объектив заглушку заглушку какую-то просто ебануть объектив закрыть все просто пиздец и мы счастливы у меня не скрыто получать состояние здоровья я идеально здоров лучше охуенно мне бы так напомню что я тоже идеально здоров у меня кемпинг 9 лет мне илья вкинул то что я могу всех по убивать и сказал то что факт надо скрыть я скрываю факт обладать уникального сопрано обладать и уникального сопрано все записали уже блять моя очередь я тогда у меня уже здоровье вскрыто то что нет ноги обладать обе изичное я могу и потом скрыть если вы боитесь фактов давайте факты пойду факт номер один взломал взломал базу данных цру у них и террорист получается он для мы уже слышали что тебя пиздатый багаж а вместо этого ты вскрыл то что шахматами занимался блять да 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 не сейчас скрыл багаж рома давай не надо багаж вадим вадим о чем я воевал в сирии и уникальная сопрано или ухи идеально здоров я могу здоровье скрыть факт либо фобия самая важная у меня синдром туретта 30 процентов тяжести и собрал и ты еще бесплоден из черным а кстати это не так хорошо потому что он может головой биться там и так далее может просто печать написано типа состоять из процентов ритм про процентов рома ты заявил семья я я люблю семью ребят я качай жестко спасибо дальше берон так я думаю что скрыть я скрою факт номер один чтобы бабушка ольга пишет серёжа может вылечить бесплодие ромы и они будут делать детишек факт номер один я душа компании она не скрыла не фобию не здоровья но на душа компании дает его возможность открыть карту состояние здоровья у любого игрока на у меня состояние здоровья аритмия стадия болезни стопроцентная тяжесть ой блядь это аритмия что такое аритмия это когда у тебя сердце туда-сюда но медленно ты себя типа головой по стену ударишь и она испугается умрёт да ну ничего серьезно уже сто процентов нахуй блять это жестянка я не могу ебаться ворот можешь брать ты можешь ты биологически ты биологически андроид засуну чё за ручку просверну ручку в себе но детей но детей да нет вадя давай сто процентов ну что вы хотите состояние здоровья давай давай не скрывал только не забывать что там парализован ниже пояса сто процентов меня будет робот носить бабушка ольга пишет бабушка ольга пишет маркс я могу массировать уши у меня будет робот я андроида запрограммируют не носить у меня факт а робот согласен еще выбирайте любой факт у меня фобия у тебя вкрыта да а подожди хобби хобби рептилии да а фобия есть это хобби хобби а хобби не вскрыта ну давай ну мне кажется либо хобби либо факт факта у меня два любой я могу и хобби и факт и факт номер два давай хобби может факт лучше лучше ну ладно хобби не может быть ничего негативного давай 1 или 2 2 2 2 2 объездил весь мир и баба подожди финаркона почему ты говоришь что фобии не может быть не ну кстати это не боится робота хобби 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 это не плохо объездил весь мир охуеть спасибо как ты объездил весь мир если ты боишься рептилий где дам заскучать ну вот вынеси обходила стороной я тоже 20 лет туризмом наташа занималась нормально вадьба смотри паза пиздец ты сладко подружка чё там я плохого ничего не писал хорошее кто-то моё имя я просто представляю как она смотрит бункер и вейпе так состояние здоровья хобби есть багаж есть есть два факта первый факт я очень азартный робот будем играть проиграет наш бункер у нас другой вот есть у нас не будет играть у нас бункере еще один робот есть робот-переводчик да шутился карты действий вылечи меня у меня вопрос у нас у всех скрыто состояние здоровья нет у меня не вскрывал здоровье 30 процентов если эта карта которая требует открытия характеристик лучше использовать следующий кон потому что ты с обратного круга пойдешь как мне ничего не открывают она ничего не открывает я опять блять тяну время в общем реролем все состояние отлично давать плюс ноги плюс ноги это еще не факт подожди так поехали состояние здоровья появляется нет у нее оно изменится но если кто-то меня меняет если ее потом опять поменять на человека да если я стану человеком сейчас два дела на первом на втором случае который идеально здоровый десаут хочу тебя поздравить от всего коллектива у тебя хламидиоз 100% блять минус секс у чела просто что такое хламиди это что такое пчелкин что это у вас ветрянка 100% ебать и это тоже зараза нормально нормально ветрянка или ветрянка вы уже переболели все переболели уже сейчас моя будет нормально ветрянку мне давайте у меня астигматизм 30% это что такое а ну это с глазами это глаза просто прокусируюсь плохо с зрением это плюс нога да обратно а ты кто браконьер который типа хуя увидит он мы без профессии я больше не браконьера че черный мак ну ну так черный мак у вас глух renew у тебя стопроцентный склероз а ну это лучше чем аритмия аллергическая астма 60 процентов а что за карточки нам прокнули все умрут или что я нет а чё алексей умрут нет собственно алирон тоже забыла на арины был бы инсульт был бы наташа у нас идеально здорово на и сыгра чел это вместо рептилий илюха не слышно и на солнечный свет 30 процентов лёх похуй я буду выходить вместо вас на улице так и маргал зрения теперь он глухонемой полностью я не глухой 30 процентов алексея все слышу да на роляло конечно врачи за хуйня распальцовочку ребят я предлагаю кого-то кикать не надо данная карта дает возможность видеть любого игрока действия я могу фенаргот карта действий номер один вы можете изменить стадию болезни на новую из колоды маленькие строки я сдохну давай идеально здоров не может не это не станет то ли это процент просто будет счастье я была сточа станет 90 и 10 процентов так я выздорове все нормально ты куда блядь вы все в детстве переболели уже началось балаболы если нет земля пухом у нас не все же вскрыли характеристики там да илья и илья у меня у меня вопрос смотри у меня карта действия есть заменить профессию половина говорить это у нас уже у нас профессии же убрали не можешь использовать а ну вот я про это спросился когда аннулируется профессии там все вот тогда похуй на карту так я сейчас да да вообще типа факт у меня факт скрыт мастер спорта по боксу я просто багаж бесполезно сразу говорю нахуй я его до конца игры не вскрою ну чтож типа я был мужчиной как бы факт нормально звучало для меня сейчас это а я же у нас поражать можно пограю хочу применить карту действий вы или выбранный игрок молодеть на 15 лет хочу чтобы я на 15 лет не дают тебе ничего только применяется к сожалению понятно все на все бриджит битом сидит нахуй давай смотрите я открываю шахматюга ебаная подожди багажа есть багаж у меня с собой ноутбук без зарядки ребят на секунду вчера помните женщину 24 года идеально здорово и напомнила уходишь нахуй у нас ветеранка хламидия подождите смотрите а я же полечить хламидии так нет это же женщина так я себе и полечу так уролог гинеколог ну чё хламидии то уходят и ты ходишь а чё я то а кто ты бесплодио берёт не просто ветеранка это лихорадка температура и так далее 10 процентов она витрянка это высокая температура лихала лихорадка я пару дней полежу и все встану не хотите астматику убрать который сидит молчит нахуй а вот что я ему да он больше не парализован не парализован больше астма андроид пойдет на хоботит этот какой-то андроид у нас все ебать может сколько у меня процентов астма я очень полезный есть брата у нас нет подожди по сравнению с шахматистом я очень полезный я все могу чел какое название я сделал еще одного андроида хотя нет там тоже самое регенерация клеток инженеры должны оставаться точно 100 процентов на почему вызывайте просто задохнуться может он может задохнуться но он же нас не заразит во первых у нас витрянка это намного намного желающим у нас и хламидии у нас чел у нас польза про письмо не ви меня еще я могу кроме он тогда будет кого-то другого голосовать продолжительность жизни в блункере всего 10 месяцев он типа проживет с хламидиями я постараюсь вытянуть все уходят либо витрянка я не знаю у хламидии сто процентов там же виды есть склероза если мы отправим куда-то она забудет дорогу назад у нас на улице выходить будет android вот и все ребята android у нас будет выходить сколько 10 месяцев все выйдем есть еще марку минуту марка какой-то девочек модель с синдромом туретта блядь давай колокольчик у меня уже его нету его нет у него короче смотрите псих уходишь который ноль импакта приносит у нас нет психолога пульс нету психологов по душам просто просто по душам просто по душам толку нет у меня багаж также может по душам говорить чего ты решил что ничего не помню у меня нет а в зиму виду склероза он распределяется по разным серега у тебя твои хламидиозы уже бегут по бункеру 100 процентов уже выпрыгивают сто процентов протон а сколько у нас мужчин у нас мужчина мы говорим потом если что сможешь перенести мы с лерой баба ёбка остались кто ебать нас будет склерозник ам пока что это мешает ебать это лучше чем хламидии блять ябь я рому вылечу он будет вас это факт это факт у меня я не профессия друзья прошу внимание говорится мне уже блять 32 каким-то хуем оказался я блять история бенджамина баттона какая-то спасибо большое друзья когда мы заходим в бункер первую очередь нужно устранить последствия и угрозу которая распространена на народ а то что у людей свои проблемы они останутся со своими проблемах хламидиоз хламидиоз это в первую очередь там проблема с мучей спусканием то есть серёга просто никто ебаться не будет вот в этом проблема соответственно они воздушно капельным не передаются вот такая же ситуация это ее проблемы типа понятно что какие-то неудобства возникнут типа но никак не штулю но не так никак никто не позвали по наху с шахматист бы ты заебал соответственно у нас есть человек который сидит с ветрянкой не факт что все вот сколько в чате чего в которой не присоедините кто не болел ветра мне просто интересно то есть много людей не болела потому что это ужас и особенно типа в этом по в позднем возрасте хотят ветрянка очень опасно ветряная оспа и она очень заразна блять мы еще в помещении замкнутом блять которая воздушно-капельным путем передается и при контакте да это это ну лютая хуйня из-за которой может умереть много чилов соответственно я думаю что разумным будет вообще всем голосовать в алексея конечно кончен если ветрянка не болели не зависит типа я за вас переживаю чат потому что если вы не болели свои года ветрянка это очень плохо знаешь как в детстве короче в детстве как мы делали вот у нас дочка маленькая если кто-то в садике заболеет ветрянка и мы специально типа к этому ребенку ночевкой ну да с ночевкой типа чтоб там погуляли вместе потому что чем раньше чем раньше переболеет чем раньше переболеет ребенка логично тем легче говорила да это реально так это болеет тем лучше давайте ты болел петрянкой я болел да это когда я весь зеленый ходил зеленки . да 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 алексей вы меня простите но мне кажется это разумным будет вы это прекрасно понимаете дальше наш android у меня есть два кандидата это либо ветрянка потому что действительно уже в зрелом выводим ветерянку да лёшу остается к летальному исходу еще один кандидат это все-таки лера потому что стопроцентно нет нет это мужчина мужчина я мужчина у меня 47 лет дается никому это моя проблема у нас андроид лагает ну а типа ты душа компании склероз тебе любое задание сразу через секунду об этом забудешь и типа нихуя не так это не обязательно память я уже еще раз это повторю лучше не болеть ветрянкой лучше и к видам не болеть тогда с такой логики что подразумевает именно склероз потому что то есть написано он как что подразумевает в игре что-то iphone память полностью у тебя отсутствует и сразу нет нет именно что не факт ну там типа суть в том что у тебя как его нервная система вообще ну ты ничего не запомнил не запоминаешь и прочее ты такой сидишь раз заебись и через пять минут я про то что даже если не сейчас то она тоже бесполезно это россии склероз душа компании и просто склероз но вообще сейчас нужно выводить ветрянку алексей потому что это очень опасная хуйня нас всего 200 квадратных метров а тебе не похуй андроид ебаный мне похуй я за вас переживаю так не он за нас переживает у нас наташа мужик кстати тоже наташ давай дальше поэтому наташа есть у нее идеальное здоровье у тебя стопроцентный склероз типа ты либо следующее уходишь либо сейчас но я не знаю чате написали мне зато можно один тоже не будет рассказывать много раз так что не давай пока я в леру кидаюсь а потом поменяем мнение потому что но и так все все будут ветрянку топить в леру извините я просто вставлю свои пять копеек по поводу хламидиоза болезнь протекает скрытно а заражение окружающих происходит несмотря на отсутствие проявлений последствия инфекции могут быть очень серьезными самое грозное осложнение хламидиоза без пользы алексей когда ваше да не да не по сути в этом не смысла можно идти на любую болезнь миллион всякой херни типа просто как говорится мышь по игре ну так на ветрянку уже нашли что делать надо же дефаться как-то вадим пишет то что склероз по наследству передается так что а реально да нет но я не факт это там да наташ но я думала между сережей и алексеем пчелкиным но все-таки алексей не вскрыл еще биологическую характеристику для меня это очень смутная тема вот и поэтому ветрянка да очень заразная очень вредная несмотря на то сколько нам лет типа и те кто старше они могут очень плохо переносить ветрянку но опять же она по наследству не передается это тоже нужно учитывать но все равно на данный момент когда мы будем здесь проживать 10 месяцев получается продолжительность до проживания я все-таки твоя минута или что говорить я могу вообще выйти отсюда я буду голосовать в алексея да я и так ничего не говорю мне все перебивают все понятно марина шучу этот блин я тоже думаю что нужно в лёжку лёжка без обид а потом я думаю надо чтоб серёга уходил нахуй рома вылечить перед смертью бункер за ветрянку это опасно у нас нет информации кто переболел планеты и медикаментом рома не понимаю почему я ухожу блять нам достаточно два плюс два чтобы трахаться на семь слотов так что трое еще посидят и можно оставить здорового чела здорового чела говорю если сам себя не слышу извините оставить поэтому поэтому я за алексея пчелкина голосую и потом будем думать но потом ну серёжка но я не знаю я попытаюсь поправки проголосую катастрофу устроили пиздец какую кнопку нажимать на пизда толерон просить голосовать на каждый раз а что это вообще финн финн прикольно было бы да если бы в бункер добавили например если у тебя ветрянка у человек который в бункере с тобой у них бы добавлялась тоже болел или не болел было бы интересно это прикольно это больше как-то будет выпадать android что там тоже будет генерироваться свое здоровье просто интереснее поменьше больше каких-то штук ну короче в алексея алексея нужно убирать в него проголосую но дальше нужно убирать скорее всего будет серёгу потому что процентно это пиздец ломить и очень опасное на самом деле заболевание просто сейчас то его легко лечить понимаете у нас есть илья у нас есть марка не две женщины нам по сути третья женщина тогда не нужно будет нахуй да а мужикам на шестерых принять мужика у нас два это лера я тоже может откиснуть каждый раз когда куда-то пойдет я мужик финн финн погоди смотри у нас в Илюхе алкоголизм же вылечил не алкоголизм блять у меня у него я слышу да он ёбнул просто поменялся типа солнечный свет поэтому типа пока я вижу так что заходит лера вадя наташа марк илья аня и я и все на самом деле было сложно в этом бункере выживать с такими характеристиками и самое начало для меня было главное пережить первого игрока потом когда я понимал что в принципе можно пережить и второго будет вообще идеально если кого-то выкинут еще одного но тогда пришла ветрянка и с ветрянкой уже переживать очень-очень сложно я понимаю что сейчас в принципе сейчас нет смысла в голосовании и так далее так далее так далее вот я могу сказать свою характеристику биологическую если это по в рамках игры потому что я все равно уйду чтобы это было открыто для всех вот поэтому если хотите я могу сказать тут уже я не думаю что голос серёги будет важен потому что я буду скорее всего уходить собраться новая биологическая характеристика у меня точнее не новая биологическая характеристика я был женщиной 29 лет бесплодным до этого я был женщиной 60 лет бесплодной поэтому как-то не прокнуло три раза мне в этой игре поэтому война была да в общем спасибо большое за игру я вас люблю желаю вам дойти до конца а теперь получается мы начинаем скрывать по характеристике начиная с марка в сторону или может фобии все-таки можно вопрос я пишу слово бы был а люди видят в душе секунду у нас у нас ушел алексей сейчас у нас скрывается угроза а как на письмо гроза но гроза вероятно какое-то излучение усиливает стресс и наводит панику нужны персонажи и снаряжение снимающие стресс а ну понятно у нас он лерон только разговоры по душам я предлагаю фобию фобия фобия бля урона просто ахуена фобия какая-то ахуена у меня фобия у меня аквафобия это боязнь воды утопления я боюсь утонуть ничего не связано поэтому очень согласна но короче у меня боязнь солнечных лучей а как мы знаем солнце состоит из золота боязнь высоты я хотел сказать ребята сколько людей высоты боятся дохуя я боюсь это нормально это нормально а как-то на большом факт номер два обо мне я не просто робот android я самый везучий робот android я еще помимо этого выиграла миллион поэтому а где миллион сейчас на азартный робот она уже въебала наверно самое главное в этой характеристике что написано что этот везунчик это очень им было я понятно что везунчик на android нахуй я не знаю можно факт или хобби или багаж или давай давай факт но я безжалостный короче у меня есть охуенная штука это мешок зерна реально охуенно правичку на воде мы уже будем кушать хлеб нахуй и блять нахуй будешь хавать свою черную магию давай смотрю черный макс попробуй ты когда улетел тебе огонь с тобой летел ты знал что это мой огонь у меня нет еще что-то давай лера я пожалуй вскрою свой багаж чуть-чуть себя подсейвлю у меня в багаже антибиотики и обезболивающие а в теории они нам никому не нужны а ты фобия вскрывала на всякие антибиотики очень нужны так у нее можно спитить антибиотики не вспомнит об этом и все не понял лечатся антибиотиками черная магия улетучивает алло если он сидит а я сижу потому что я и пусть а ты нужен пошел нахуй мистер росток ебаный блядь блядь бля короче у меня такое чувство странное такое странное чувство я согласен с фенарготом по поводу макриска что нахуй нужен но я заводь с макриски нахуй нужен фенаргот у меня гидропоника 20 лет да какая гидропоника нахуй хуйня ибана у нас зерно и с полезным че твоя хуя тало не зерно блядь ты знаешь как выращивать растение ром 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 давай фобию скрывай фобия давай в общем у меня боятся темноты ночи ну и че боятся как я тебя вылечу долбоеб блядь если боишься темноты ночи боятся темноты ночи днем вылечен мистер блядь сгущенка нахуй зря ты пизданул юзая вторую карту действия во первых ты можешь поменять свою карту фобина новую из колоды давай покажи черную магию покажи новая фобия ротофоб боится секса и вето обнаженного тела вне практики я и так не ебут главное значит и не нужно получается секс не нужен у него темноты нет я могу там огонь стоп игра вы можете ухудшить болезнь любого игрока включая себя на одну стадию хуже слышно на 60 процентов пожалуйста я напомню что у меня нормальное здоровье мне просто чуть плохое зрение базу данных циррует гидропоника 27 лет поэтому и зерно мало выращивать и блять и помидору и всю хуйню у нас и на по нам база свою значит что я тоже программисты с андроидом тоже смогу работать это мутный тип избежал истинный пароль подобрал один стоит такие за фоби или второй факт фоби боясь собак нахуй блять собак собаки это самые популярные блять животные ты выйдешь на улицу и что ты будешь делать они еще и мутированные блять популярные животные это самый распространен одни из самых блин у нас же не и тигры ебать там бегать будут у нас будет мутированные собаки и коты там бегать уходишь секунда чё слышишь так давай а сколько у нас людей должна остаться 77 что хотите факт или багаж факт или багаж 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 факт может у него фобия хуёвый погодите багаж или факт фобия какая фобия давай давай фобия ну написано что мужиков боюсь у меня андрофобия уходишь один секса боится другой я предлагаю я предлагаю серёгу серёгу нахуй романов все нормально дальше у меня у нас мужиков сколько трое я как вот увидел сначала я хламидия потом глухоту глухоту слепой я не слепой 1 боится другой мужик и игорь у нас мужиков всего трое никого бояться или родник еще не бояться ладно и за карты действия помоги даете возможности выбрать там какие-то игровой круг всем пока серьезно выбрал он сам себя выбрал зачем блядь ты мог выбрать февергот и выбрал себя серьёзно ты куда теперь у нас последний круг начиная с серёги в мою сторону февергот посидит получается серёга ух ты чё слился чё смонтировать надо ты чё съебался блядь это пиздец ну всё ну карточку кастанул уже чё поделиться блин у нас минус женщина получается ну да мне чё есть я есть я ну всё мимо мы теперь точно оставляем хламидиоз потому что антибиотики убираем хламидиоз и ебём рому нахуй выгоняем а рома мужиков боится он не может быть с мужиками когда мы вскрываем начинаем ребят не может быть с мужиками стоп кто у нас женщина ты ты серёжа Вадим бесплодный правильно да у февергота карта врага самую малость у февергота карта врага меня слышно я просто не слышь тебя пиздец а я его а рома боится секса и рта или чё ты там боишься или секса с андроидами нет так серёга давай по одной карте вскрываем по одной карте что такое карта ну по одной характеристике а ещё так я вскал фобию о у меня ещё факт есть я знаю наизусть у анекдотов о это для меня красава отлично сработаемся да нахуя тебе стол блять мне одного да охуенно бля бля нахуя изгоню нахуя изгоню нахуя изгонишь блять понял у меня нет карты врага я просто экзорцист а кто у нас девушки я серёга не так я 64 так у нас так у нас смысл нет смысл у нас серёгу оставлять если он боится мужиков он же ну чисто так стоп а у нас уже была такая хуйня у нас типа же была уже такая хуйня что например если кто-то боится собак и у нас есть собака то они не могут быть вместе бункер если у нас есть мужики серёга боится мужиков то он не может быть бункер да смотрите друзья я предлагаю что фенаргот изгонять тёмную магию из рома они оба заходят фенаргот это факт хорошо хорошо у тебя хламидия да да это факт да я факт экзорцист я имею в виду про мужчин про то что он боится мужчины и типа он не может зайти в бункер потому что мужчины есть или это не у нас так было помнишь с собаками типа кто боится собак значит он не может да по сути так у нас был бы психолог было бы легче да блять серёга надо кикать жалко за руинил всё блять у меня 100 анекдотов ёбаный рот да повезло в фенарготу эксайл спад фенарготу давай ром скрывайся щас не просто ребята понимаете что типа если бы не Илюха то фенаргот бы уходил потому что я бы сказал давай скрывай их характеристики роман скрывай чё я тебе скрою чё скрыть у меня дальше одно и другое пушка ладно давай багаж у меня есть шапочки из фольги ебать ахахахахаха что прекрасно фенаргот ты понимаешь на сколько сильно бы ты улетел нахуй из бункера не сейчас будет пиздец потому что когда я вскроюсь вам вы не будете знать кого кикать ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа проголосовался поправки в конституцию багажит носит шапки из фольги это просто рома по факту не сможет быть без серёжи если у нас я не нужен есть мужики так я скрываюсь у меня все просто топофобия боязнь в помещении бункер это одно помещение я понимаете что у нас есть четырехлетняя бабка но вместо нее реально вот этот мужик со склерозом топофоб это просто это у меня антибиотики и за угрозы я вам очень нужно пошли разговоры по душам так что согласен у меня гипнотическая улыбка кто-то у меня фобия может есть какая-то карта проверили у меня карточка что мы находимся на территории парк у меня у меня нормальная фобия просто типа ну как-то у нас ли я боялся а к чему эти аттракционы были бы полезны например чтобы перенести из той фигни в которой не благоприятно я поняла бля пиздец у меня такая жизнь долгая короче когда я была бабкой со мной м6 и 50-летний у меня здоровье был псориаз 80 60 процентов тяжести потом заразовали да похуй давай нэстич у тебя же заебись смотрите друзья у меня вскрыта фобия у меня вскрыт багаж факт обо мне я знал лично президента голосование начиная с серёги кстати не вскрыла характеристику мне не дали вроде а в смысле а как обижалостным как это все у меня багаж ёбнутый он он зайдет всем у меня ну ладно не настолько у меня собрание властелин колец но это не двадцатый век у стерен колец извините чат пишет чат пишет нахуй макриска бабушка уля песни киди макриска он забавная обезьянка мне нравится это уйду из вункера ребят начинается голосование с меня против рома а то он пиздец токсик какой-то ёбаный алло ты уходишь хуже меня тут походу никого нет если есть вадим у него какая-то фобия пиздец да они до обычная фобия смотрите так смешно я очередь у нас у нас реально у нас сейчас выбор между тремя это пик шаболда заставить не так и саут ромой и вода но в любом случае почему ты на меня что у меня что даже если у ваде клаустрофобия это хуйня только его убивает это у него ничего заряда в плане фобии быть не может у нас такая же фобия по сути у десаута он если заходит лентер он тоже руиниться потому что он мужиков он может поэтому по сути поэтому по сути нужно кикать серегу потому что у меня а сама на лимона секса и бесплодные так далее но он хотя бы просто мужик который если что выживет а вот без аут точно откинется почему антибиотиками лечься мужчин боится у него фобия боясь мужчин мужчинами в бункере у нас есть бесплодная могу вылечить кого-то но хотя я в общем голосую за серегу ребят я черный маг бабушка оля извините я не вам сказал вас реально подставили и меня тоже подставили надеюсь что мы с вами встретимся как-то на кофе сходим пообщаемся я вот реально вот просто с агрессивным загрессировал не на что так что короче кого я хочу больше всего кикнуть фенаргот он меня так заебал но не могу кого надо кикнуть бы серегу блять он он боится мужика я боюсь мужчин кого надо кого моя чуйка подсказывает надо кикнуть это вадима и учила еще и хуёвейшая фобия почему меня просто ты дожил с ней до конца ты не просто так ее не скрыл я про фобию а сама это болезнь потому что серёжа может блять и сидеть один в комнате нахуй видится только с девочками а вот вадим может а вот вадима может быть какая-то фобия которая не разрешит ему жить с нами и выжить он сам проебланил свой шанс я считаю что он недостой так зато я очень полезный братан очень полезно ты можешь быть и очень сильно бесполезно я же могу и родить нет я очень полезный бери вэри вэри полезный за бункер спасибо дальше лера я заводим я не вижу смысла у нас ну как бы если не может находиться в одном помещении с мужчинами а я как минимум мужчина с там хламидии но и в другой комнате посидит конечно да 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 андроид не сперму привезет я как-то антибиотики андроид привозят не сперму твою еще и я брить ой вообще придумал сыграемся серёга женщина что тогда уходит за четыре года я полезный блять и вспомните что у меня есть да ты пи**бол я вижу тебя нобелевский лауреат ребята робототехник 11 лет боже лера какая сперма рома и сам бесплоден блять ну не значит у нас есть другие мужчины кто я наташа и наташа ну вот мы можем дайте спермы я принесу не отнесу сперму я хоть и боюсь мужчина на принесу не выбит похуй вообще ну пожалуйста не у меня трахнет так боюсь не боюсь что хуй пожалуйста вы потом пожалеете вы потом пожалеете блять знаете кто еще такой ты понимаешь если рассказал фобе ты не услышал сука долбоёб да я просто красава нахуй еще я заюзал карточку брал бесплодие я полезный блять да да я супер полезный вот супер серёгу сука наташа я вы помните что я темный макия касту и а есть ли у вилона какая-то смертельная болеть фобия который нам всем который нам всем принесет зло так она не крутится покрутил так ты просто выбрал да все да 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 ты уходишь что за белый фон там белов магия такая но робототехника не нужна потому что да конечно разработанный android как то я пиздец я пиздец полезный сука вы ваще вы ваще юзли по стране со мной шахматист один литр да ничего там такого нет блять проебал не говорю его за руинить его на все равно надо брать у него зерно зерно блять да мне да пиздец плюсов если он не скрыл факт дмитрий ликс играет ребята на самом деле вот забавная ситуация вот сколько бункеров смотрел рома с такой хуйней до финала и в бункер чё послушайте глухота бесплоден черная магия это вредит всем чёрная магия вредит нет у меня синдрома он глухой у него нет синдрома торресса да похуй зато глухой уже блять вот у вадима хотя бы есть мешок в смысле хотя бы ебать биоинженерия робототехника 11 лет нахуй я просто взвешиваю все заи все против я голосую в рому красава красава блять нормально ты заи против внимание у нас четыре у нас три голоса первые оправдывается серёга серёга я уже оправдывался когда не да ты нахуй не нужен послушай внимательно мне android привозят сперму все я оповлетворяюсь меня лечат антибиотики я женщина которая может родить я полезен хуйня а если парня родишь и что ты заставляешь женщину на твоем рабочем саде нюхать твои ноги а почему а что похоже каждый может перенести голос один раз те же рому запросов нахуй серёга ты все сказал да да ну все я не знаю типа уже вам бессмысленно что-либо говорить я мы насколько я ебать полезный нахуй вам бесполезным какой у кого-то вас полезный только шахматист блять без рофлов из вас всех шахматист тупо лучшие нахуй и android блять и вы меня голосуйте хотя единственный у которого хоть что-то есть блять мясок зерна нахуй зерно пожрете блять сухое нахуй не готовая блять понимаете поймите моя фобия даже если там что-то есть плохое я сам сдохну вам вам ничего не будет плохого одумайтесь нахуй бездарь клаустрофобия ты не сможешь вообще быть типа себе что просто и все так и что я вам сделаю а так у нас будет человек здоровая девочка нахуй здоровая согласен так я же вылечу вылетиками смотрите у леры есть антибиотики ну да у нее там антибиотики пиздец вообще там же багаж нахуй огромный может вылечить рому типа серёжа программист и как бы ну да программист вообще пиздец наше время 5 минут добавляют в горотеке блять черная магия это пиздец же наташ ты на стриме недавно пиковую даму не знаю что я злой долбое блять владение черной магии это пиздец я вообще читаю это сверх естественные силы людей ну и что что я перенесу рому ничего не поменяется у нас по три голоса у серёги у воде 2 у ромы если желающий по 2 1 желай в тебя проголосовал серёга и уролог уролог с боязнью мужчин как он будет лечить блять никак никак не я рожу хотя бы меня вылечит а я полезный ебать максимум полезности максимум полезности максимум полезности просто пиздец самый полезный человек в мире нашу с романа воде я перенесу я тоже перенесу перенесу серёгу закрывает оставшиеся характеристики у меня в багаже кукла буду у меня факт номер один не пускает в казино кстати как я все скрыла у тебя давай клаустрофобия у меня в багаже клаустрофобия вот вам мешок зерна мешок зерма я пошел дерьмо блять проебали нет нет просто воде умрет и все и все да поебать факт номер один я истеричный и смотрите одна отражающая женщина да у нас есть еще с хламидии хламидии который лечит а мы выгнали родящая женщина короче я одна выжил у нас так фифти-фифти выполнено потому что с едой это проблем нет а вот если бы эксайл не улетел было бы вообще заебись а ребят еще такая тема сука я должен мог могу попасть в бункер только если дойдет игрок номер восемь это наташа объясните пожалуйста как макривский выжил до конца просто нормально объясните пользу макривского просто хотя бы одну ребята ребята спасибо огромное что пришли спасибо все большое я полетел по-быстрому мне надо говорить а пока спасибо большое